Всем привет! Вы на канале CryptoCommons и Bitcoin у нас с вами прямо сейчас тестирует очень важный, ключевой мувинг, ребята. И знаете, что это за мувинг? Вот эта зеленая линия под графиком. Это количество лонг позиций на бирже Bitfinex. Давненько мы их не смотрели, посмотрите, ребята, где они все еще сейчас у нас с вами находятся. И если вы уже являетесь нашим подписчиком, вспомните об этой идеальной обратной корреляции, которую мы видим на этих инструментах. А если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно ставьте лайк, во-первых, во-вторых, подписывайтесь, жмите на колокольчик. И для вас я расскажу еще раз вкратце, что эти умные лонги на финике, это на самом деле не фьючерсные, это спотовые маржинальные лонги. То есть это действительно количество лонг позиций, причем даже не объем, а именно количество сделок в лонг на финике, которые совершают по всей видимости роботы. И кто спрашивает, кто эти лонги на финике, посмотрите, которые на all-time high, я говорю, это скорее всего уже мертвые лонги на финике, которые ждут Туземуна. Вот, а в целом, как вы можете видеть, да, что они идеально обычно набирают позицию на падении и потом разгружаются на росте. И снова набирают позицию на падении, да. И пока мы с вами не видим, чтобы они разгружались на росте, потому что роста-то еще и не было. Соответственно, ждем мы с вами в какой-то момент, опять же, роста и, соответственно, разгрузки этих лонгов. Это раз. Вот, два, что я еще вам хочу сказать, это хешрейт биткоина. Посмотрите, опять же, какая идеальная корреляция у нас с вами в долгосроке наблюдается между хешрейтом и ценой, да. То есть хешрейт в долгосроке у нас всегда растет. И, соответственно, цена тоже в долгосроке всегда растет. Но что мы видим сейчас, смотрите, после вот этого дампа, где и то, и другое падало. Сейчас у нас хешрейт переписал максимум, а цена переписала локальный минимум, понимаете? Вот эти вот свои локальные максимумы и минимумы. Поэтому тут, конечно, дивергенция налицо, которая обязательно превратится в конвергенцию, ребята. Да, и, кстати, к разговору о дивергенциях не забываем то, о чем я писал у нас в Телеграме и в Твиттере, ребята. Кстати, обязательно проверьте подписочку на наш Телеграм, чтобы не пропускать все вот эти штуки. Там очень много всего интересного. Вот, и мы там писали про бычий дивер на недельном таймфрейме, о котором как минимум не стоит забывать. Потому что вот у нас был медвежий дивер. Давайте посмотрим на графики. Да, вот у нас был медвежий дивер, он отработал. И вот у нас сейчас имеется бычий дивер, который еще близко даже не отработал, мягко говоря. По классике, по статистике, опять же, чаще бычие дивера отрабатывают. Гораздо чаще. Практически всегда отрабатывают. Но при этом цена может сходить еще ниже в теории, что я вижу маловероятным сценарием сейчас, потому что все этого ждут. Но цена может туда сходить, и бычий дивер от этого станет еще более выраженным, если индикатор не перепишет минимум, конечно же. А если цена сильно уйдет ниже, индикатор перепишет минимум, то тогда вообще бычий дивер отменится. Но, тем не менее, из истории все равно мы видим, что у нас и сетка EMA Ribbon, друзья, на максимальном отдалении. И это дивергенция, и зеленая точка на сайфере. На трехнедельном сайфере вообще, я вам напоминаю, что у нас вот такая вот зеленая точка. А на месячном это превращается вот в такие вот зеленые точки, которые мы ждем. Она еще не появилась, но она вот-вот нарисуется, судя по тому, что мы видим, как эти две линии сближаются на сайфере. Кстати, обзор по сайферу тоже есть. Если кому интересно, посмотрите, сейчас появится вот там. Индикатор называется VMC Cypher B. Это точная копия марки цайфера, только бесплатная, даже чуть улучшенная. Вот, ну короче говоря, ждем здесь зеленую точку, а возможно даже и желтую, ребята. Вот, и к разговору о диверах, друзья, также давайте не забывать про фондовый рынок. Что у нас на S&P 500 была первая за 6 лет бычья дивергенция на недельном таймфрейме. И посмотрите, как она отработала. Мы пошли наверх, но мы снова уперлись в верхнюю границу сопротивления по S&P. И, казалось бы, вы скажете, да, все, это как бы вниз, и повторение 2008, да, типа, что мы сейчас где-то вот здесь, и это будет грандиозный обвал. И потом только желтая точка гриня, и мы полетим to the moon, да. Посмотрите, кстати, как желтая точка на недельном сайфере идеально отрабатывает на фондовом рынке. Вот, может быть такое, но. Но, друзья, также не забывайте, что индекс Dow Jones, в отличие от S&P 500, нарисовал совсем другую историю. И индекс Dow Jones, ребята, пробил свою контртрендовую и ретестит ее сейчас как потенциальную поддержку вместе с сеткой EMA Ribbon на недельках тоже как потенциальную поддержку. Посмотрите. То есть по Dow Jones, опять же, после этого бычьего дивера у нас сейчас потенциальный слом тренда идет. И я вам хочу напомнить, что индекс Dow Jones, в отличие от S&P и биткоина, был недавно в 6% от all-time high, а сейчас все еще находится в 11% от all-time high. То есть, в принципе, тут до возобновления бычьего рынка, тут можно сказать, что даже бычий рынок-то и не заканчивался. Посмотрите на этот тренд, просто переключитесь на, там, не знаю, трехнедельный таймфрейм. Здесь вообще абсолютно здоровая коррекция происходит. Вот. Подтянет ли другой вопрос за собой Dow Jones, S&P, HUN, ASDAQ и остальные активы? Это интересно. Потому что золото тоже, посмотрите, золото, мы его с вами смотрели, оно медленно ходит. Мы еще год назад это обсуждали, что вот у него уровень и вот случился ложный закол. Посмотрите, золото долго держало уровень 1680 и случился ложный заход за стопами, за ликвидациями 1620. Все, золото удержало уровень. На самом деле, и тоже сейчас тестит EMA Ribbon, потенциально разворачивая ее в бычью сторону. Вот. Поэтому крипта вообще, в отличие от всех этих активов, еще даже ничего не показала. Даже никакого маленького отскока. И это при том, что DXY у нас с вами вообще без отскоков как раз валится вниз. Посмотрите, то есть, тут были какие-то намеки отскочить, да? Индекс доллара DXY может все еще отскочить коррекционно, но в целом он сломал параболический тренд вот здесь. Сетка развернулась в медвежью сторону, то есть мы по индексу доллара идем вниз. И первый импульс, как правило, не дает толчок биткоину, но второй импульс, то есть сейчас, если будет небольшой отскок, вот этот второй импульс вниз, вот здесь вот, как правило, уже начнется сильное движение по биткоину. Если, конечно, это все не сломается и мы не улетим сейчас, не перепишем хай. Да, при этом нефть тоже, смотрите, после бычьего дивера пошла на разворот. Сейчас работаем с пробитием сопротивления как раз в виде сетки EMA и Ribbon. Вот, но самый главный для меня еще индикатор того, что все-таки рынки развернулись, друзья, это рубль. Посмотрите, доллар, рубль уверенно развернулся. То, о чем мы с вами и говорили. Кстати, вот эта желтая точка на дневке, ну, мы сильно ниже не ушли. Это вот тот уровень и есть, где мы консолидировались, посмотрите. Вот, на недельках просто не было желтых точек, они были точные. Мы с этих пор начали показывать аптренд, поджались треугольники и пробили сейчас его наверх. Вот, возможно, кстати, сейчас будет небольшая коррекция. Но мы сейчас не про трейдинг рублем говорим, а просто рассматриваем момент того, что по ходу он развернулся. И здравый смысл говорит, что вот его среднее значение, ну, как минимум даже по логике. Это вот там 80 рублей, как бы, верхняя граница диапазона, да, куда он может сходить. А так-то, на самом деле, сейчас может он поютит и потихонечку хаи выбивать. Ну, то есть не он, а доллар, понятно. Да, мы говорим рубль, а смотрим всегда на цену доллара в рублях. Тем не менее, это опять же звоночек к тому, что рынки, на самом деле, уже разворачиваются. Потому что фундаментально, друзья, мы уже под дном. Я вам тысячу раз показывал. Вот тот же индикатор резерв риск на глаз ноде у нас провалился под самые нижние значения. То есть валяется вообще практически в отрицательной зоне. Но это, в принципе, нормально, с учетом того, что мы видим тренд понижающихся максимумов и минимумов на этой метрике. Но, с другой стороны, еще также это настораживает. Настораживает, друзья, то, что мы видим настолько перепроданные значения. И да, вот я вам показывал, что мы находимся сейчас прямо на баланс прайс, на средневзвешенной цене. И мы видим с вами, что сеть растет, новые люди приходят. Массовое принятие крипты только-только начинается. Но при этом посмотрите, какой интересный момент с балансами на биржах. Люди выводят крипту. Кто это выводит крипту? Простые игроки? Кто ходлит? Или это сами биржи выводят? Или это OTC сделки? Ребята, я долго думал, на самом деле, и хочу вас спросить. Напишите в комментариях. Как вы думаете, кто выводит? Посмотрите, на предыдущих булранах никогда так много не выводили битки. Это, с одной стороны, это хорошо, это создает дефицит. Это значит, что битков на биржах нету. Настоящих битков. Не всяких WBTC или на сети Solana или еще где-то. А настоящих битков, как и настоящих Lightcove, Dashy и дефицитных монет. Их нету, если вы захотите их выводить. Их нету, на них дефицит. Это хорошо для цены в долгую. То есть спрос повышает цену. Но с другой стороны, может же быть так, что это выводят, например, сами биржи, правильно, свои битки куда-то. Посмотрите, это огромный объем. Так никогда не выводили. Вот розничные инвесторы выводили. Это такие небольшие коррекции. Сейчас, допустим, сами биржи выводят свои битки. Куда они их выводят? Не скаминь же, правильно? На хранение в долгосрок. Тогда это бычий сигнал. А может быть вообще сейчас крупняк просто покупает на OTC-десках. И, соответственно, биржи выводят туда им объем, чтобы аккуратненько, не двигая цену, не запампя цену, сейчас набрать позицию. Прикиньте, если вы хотите набрать позицию в 100 тысяч битков. Как вы запампите стакан на бирже. Вот. И что мы сейчас, собственно, видим локально по биткоину, друзья? Мы видим как раз эту картину. Посмотрите. Крупный игрок набирает позицию. Причем он набирал ее как и здесь, так и по 20 тысяч, и по 25, я уверен, что набирал. А другой крупный игрок шортит. Шортит уже достаточно давно. Я не удивлюсь, если это сам Binance шортит. В том числе через какие-то свои там дочерние структуры. Но вот после этого медвежьего дивера, вот этот крупный игрок, который шортит, что ему нужно сделать, чтобы закрыться? Вы представьте, у кого-то поза сейчас на 100 тысяч биткоинов, например, да? Я не знаю откуда. С самого верху или усреднениями, но откуда-то вот отсюда, тем не менее, да? И у него сейчас в плюсе огромный шорт на 100 тысяч биткоинов. Все. Он хочет закрыть его в плюсе до того, как цена уйдет наверх, до того, как другой крупный игрок закроет его в плюсе. Что он делает? Он нажимает Market Buy 100 тысяч биткоинов. Что цена делает? По стакану вот такую вот свечу рисует. Он закрывается об вас, об тех, кто продает сейчас на низах. Ведь что такое закрыть шорт? Это значит купить. Это принудительная покупка. У кого он сейчас будет покупать 100 тысяч битков? У тех, кто ему продаст. Поэтому, друзья, не вздумайте, не продавайте сейчас никому свои битки. И это я вам говорю глобально. Как и здесь, так и здесь говорил, так и здесь. И вы поймете, что это все была правильная стратегия. Как, собственно, вот и здесь это было и все предыдущие разы. Вот. Так что подкрепляю свои слова делом, друзья. Набираю лонг позиции на Bybit. Кстати, дисклеймер, не финансовый совет. Я торгую сейчас импульсивно. Могу постоянно менять свои решения. Вот сейчас добавил еще немножко маны. Сколько дота. А так в целом у меня приоритет это биткоин, эфир, дэш и битдау. На Bybit. Опять же, преимущественно в лонг. На битгете также осваиваю инверсную маржу. Здесь очень прикольное кросс-обеспечение. Вот у меня биткоин кэш, лайткоин. Я могу их обеспечивать как самими монетами, так и битиси. Интересный очень вариант. И на битгете еще что круто. У них нет ограниченных территорий и также нет KYC. До 100 битков в сутки. Лимит, короче, очень интересный вариант для тех, кто не хочет заморачиваться с прохождением верификации. Ссылки на эти биржи вы найдете естественно в описании, друзья. Ну и напоследок давайте краткосрочный какой-то анализ-прогноз. По статистике у нас с вами случается отскок. Вот этот самый, о котором я говорил. Мы можем замерить с вами просто по статистике, насколько он происходит. Но вы можете мне поверить, чтобы сейчас не тратить время, что он происходит чаще всего по уровням Fibonacci, которые реально работают. Поэтому если положить, что это было дно, то вот она статистика. 0.23 уровень, 0.38, 0.5, то есть, грубо говоря, 28 тысяч долларов, 36, 42 или все 50. Но это оптимистичный, конечно, прогноз. Это не прям локальный отскок. А если мы хотим узнать, докуда будет локальный отскок, соответственно, мы приближаемся и смотрим с вами импульс. Вот если хотя бы это падение мы закроем до 0.23, то это 28 тысяч долларов. Это среднесрок постимистичный. Вот это падение, если мы закроем до 0.23, это такой уже краткосрок. Это 23 тысячи. Ну, мы там были недавно, это вообще ни о чем. А если вы скальпер, вот, пожалуйста, хоть вот так вот Fibonacci обратно натягиваете. Коррекционную, если мы упали, натягиваете, соответственно, сверху вниз. Если мы выросли, снизу вверх. Ну, соответственно, если вы хотите отмерить, куда мы отскочим наверх, то вот сверху вниз. Если куда мы упадем после роста, то снизу вверх натягиваете Fibonacci. И это реально работает. Вот, смотрите, мы сходили на 0.38, прям точно до 0.5 сходили уровня. Сейчас пойдем, походу, до 0.61,8, то есть 19.300 куда-то туда. Может быть, сразу и 20-ку прошьем тогда до 0.78. Видите, это коррекционная Fibonacci. А нормальная Fibonacci вот, наоборот, снизу вверх мы сходили, пошли в коррекцию. И нас удержал снова 0.61,8 уровень, золотой карман. Видите, как все это работает? Это реально работает, но надо не забывать, что нет ничего стопроцентного. То есть мы работаем с вероятностями. Когда мы торгуем и даже инвестируем, мы работаем с вероятностями. Поэтому, друзья, будьте осторожны, контролируйте риски, забирайте прибыль. Все ссылки в описании. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Ставьте лайк всем профитролей. Подписывайтесь к нам на канал в Телегу. И до следующей встречи. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok